С наступлением аномальной жары в Дагестане появились новые проблемы и последствия этих жарких дней. Так, в Каспийске на прошлой неделе вышли из строя две трансформаторные подстанции. Подобное явление напрямую связано с неправильным употреблением электроэнергии горожанами. Темпы роста нагрузок населения намного опережают наши физические возможности. Как мы могли бы быстрее работать, заменить, провести ремонт, мы практически не успеваем, потому что очень большие нагрузки. В связи с этим на некоторых участках города сотрудники Каспийских электрических сетей проводят временные отключения в целях безопасности и сохранения дорогостоящего технического оборудования. На сегодняшний день ситуацию мы держим под контролем, но тем не менее есть необходимость при пиковых нагрузках ввести определенные ограничения. Это мы будем делать. Графиков таких нет, как веерные отключения, так называемые. Мы их не применяем. Их делаются тогда, когда уже конкретно произошла авария и нечем его восстанавливать. И долгое время, на несколько дней делается. У нас такого нет. Большой проблемой для города является массовое включение кондиционеров, которые используют наибольшее количество электроэнергии, что и приводит к замыканиям. Ежедневно в городе увеличивается количество устанавливаемых кондиционеров. Десятками, десятками они идут устанавливать, устанавливать и устанавливать. Все это отражается на старой линии электропроводки, которые не были рассчитаны в свое время на такие увеличения нагрузок. Такую жаркую погоду и вправду сложно переносить. Но следует думать о безопасности себя и окружающих. Рекомендуется заменить кондиционеры на вентиляторы, которые употребляют в разы меньше электроэнергии, но также охлаждают помещения. На самом деле есть хорошие вентиляторы с пультом управления. Много функций там. Ночной режим, такой режим, поворачивающийся разными функциями. И стабильно работают, нормально. Они, можно сказать, 10-15 раз, даже 20 раз, можно сказать, меньше потребляют. Мощности меньше, намного-намного меньше. Если все перешли бы на скондиционеры, на вентиляторы, то ситуация была бы абсолютно другой. На сегодняшний день уже произведена замена трансформаторов. Сотрудники Каспийских электрических сетей работали без перерыва, не покладая рук. Отметим, что колоссальную поддержку в этом также оказали Россети Северный Кавказ, которые предоставили новые трансформаторы повышенной мощности. Хочу сказать несколько слов про питающий центр 110-киловольтной подстанции ЗТМ. Там в прошлые годы были проблемы, сейчас эта проблема была решена наполовину. Вот сейчас они привезли туда еще один очень мощный 63-мегаваттный трансформатор. И идет усилена его подготовка к установке и запуску. Главный инженер Каспийских электрических сетей Абдул Лачин из-за непростой ситуации, сложившейся в городе, обратился ко всем жителям. Прошу все население с пониманием относиться и без острой необходимости не произвести включение ненужных электроприборов.